ребят приветствую сегодня я буду отмывать мои сидушки на мерседесе ну и посмотрим на остальных четырех машинах тоже попробую отмыть вон я взял hr-ov фонда стоит вот он нужен сальник поменять с катушки вот такая вот у меня установка и не компрессор в баненсе он стоит 129 долларов его срубку куза 100 долларов им ни разу не пользовались валялся у кого-то в гараже были покрылся такие дела и сейчас я вам покажу что я купил чем я буду отмывать здесь у меня рабочая свалка я не могу закончить мне еще нужно крышу залеплять так вот она эта штука кто знает или кто не знает это типа торнадор но это китайская версия здесь вам по налепили всякие стикеры супер quality про бла-бла-бла вот и дела здесь внутри стоят такая штучка она крутится и создает типа торнадо так крутится она отсюда подает воду и вот так вот с завихрением выбивает всю грязь сейчас будем смотреть как это все получится я еще пока я не пользовался также нам нужно будет сюда добавить вот этого дешевошки это самое дешевое мощное средство нету дешевошку я буду добавлять сюда в этот контейнер разбавлять водой на сами сидушки я буду брызгать вот такой штукой для отмывания всего не знаю посмотрим оттенка так обшикаю потом будем работать также вот это все будут уже этим торнадором вот это все отмывать торнадором что посмотрим что получится также я взял такой вот теперь плюс клинер это для это для панели у нас будет это уже буду как бы набрызгивать им а потом этим торнадором смывать также вот эти части сейчас попробуем что получится как это все будет отмываться вот эту часть тоже гибну горловину все это попробую немножко тирануть интересно просто что из этого получится так ребят я приготовил на готове стоит сейчас немножко где-то штука побрызгаем и попробуем это нанести что-то так ну что открыто ну вот и немного тут дверь подчищаю что хочу сказать нужен мощный компрессор очень быстро выбивает воздух что потом начинает слабеть а так принципе нормально вот смотрите вот вдалеке воздух сейчас сейчас полный он стоит сейчас смотрите как он быстро падает вот все ну вот вы надо немного размочить грязь отойдет давление падает сейчас набьет время заниматься толком нету еще ничего не сделано но зато уже отмыл немножко двери все это дело хочу еще чехлы покупать и сюда я думаю покупать ничего не буду просто вырежусь из вот этого оставшегося куска резины будет типа коврика здесь пойдет туда забрали забабахал в колоночку принципе ничего так вот и хочу посмотреть в дилерском центре купить такие вот или заглушки или кнопки не знаю там для запасных этих фар хочу фары поставить большие вот купил hrv honda hrv но здесь проблемка у него масло капает очень сильно капает с катушки вот этой катушки здесь между двигателем этой катушки там резиновое кольцо скорее всего на 90 процентов что это она потому что все предпосылки что оттуда течет посмотрим сейчас я сниму и будет видно то у нас именем а крутят на радио вот так вот это выглядит золотой такой цвет чистенькая пробег где-то 170 тысяч на перепродажу пойдет или собственное использование так то бар тоже есть очень хорошо куча документов по использованию как либо используя вся прям хроника этой машины запасное колесо ни разу не пользуемся вот такой вот аппарат сейчас разберу посмотрим если это она кольцо это потекает это хорошо если нет придется блин искать кунициальник или место откуда подтекает да ребят скинул я вот она получается видите это как бы сейчас только капнула здесь это уже черное все грязно это все от седова под этой резинки да скорее всего там скукожилась и оттуда пропускает сейчас это все дело затру и запихаю на новую резинку которую куда-то я запихал нужно еще с найти такие дела ну ладно буду собирать посмотрим вот ребят выкорчевал резинку и она выглядит вот так джорище дарвинской здесь она приходит в негодность причем в такую что она как пластиковая стала видите как она лопается просто вот и все она рассохла машина за полцены ремонт на 6 долларов вот и все вот она новая резиночка оригинальная я за 645 купил в honda центре вчера в городе вот и все сейчас я это дело все соберу почищу и немножко я схитрю я чуть-чуть сюда прозрачного силикона за бабаха вот этого вот как бы ну так чисто на всякий случай просто чтобы держала если что на всякий пожарный все собрал все по меточкам когда разбирался метки стрела так что шаг попробуем завести как она вот и все ну все сейчас на мойку буду отновать двигатель и смотреть он и чисто или нет ребят новый день новая пища смотрите вчера собрал короче все это барахло все отлично она не подтекает испарилась это течка но проехал и как бы знаете вот такой небольшая подпичка но сзади очень большая подпичка вот и я нашел где это все дело сейчас опять все скину и получается это вот с этой вот штуки с этой крышки оттуда все это дело секрет вот все мокро здесь сейчас эту крышку сниму посмотрю что там с прокладочкой я без понятия что там вообще такое установлено все это дело сейчас буду смотреть менять вот и надеюсь конкретно все это уйдет потому что как бы вчера эта резиночка очень не помогла прям почти все остановила но вот она немного с этой стороны подтекает ну и туда назад очень хорошенько течет ребят снял я вот это вот прокладка резиновая и скорее всего она просто тупо также выжилась из под нее уже сифонит масло так что сейчас поеду попробую honda центр если они работают надеюсь что работают но что-нибудь найду если нет то я думаю можно сделать из бумаги из какого-нибудь картона аккуратненько выбить и на время плюс силикон чего-нибудь приделать такая штучка стечется все со всех щелей постоянно здесь вот сама проблема в дарвине это очень слишком высокие температуры постоянно напряжение это вот все резинки все блин высыхает ломается я щас пока не буду снимать ее прям honda центр привезу скажу они дэс щит можно ли съездил я в honda центр уже там все на лопату было закрыто пришлось заехать магазин купить вот такой вот пробкового как он пробку назвать буду вырезать вот эта штука вообще непонятная есть ничего никуда не перетекает она просто тупо как бы затыкает три дырки и все это наверное специально чтобы потом люди страдали непонятно почему для чего сейчас я вырежу и все и плюс еще герметику такой красный взял думаю все это заткну на времени на время посмотрим насколько хватит этого так как продолжение темы honda сервей вот и давно уже не снимал не значит буду там собирать старые видюхи которые я здесь меня вот эти сальник уже прошло недели три наверно после того момента так что у меня проблема еще дальше оказалось получается передний сальник бежитка с кроншафта вот и самый геморройный это вот этот сальник который между автоматом и двигателем но он только начал капать так что думаю но вот этот сальник передний он сильно течет так что мы здесь делаем специальный ключ действительно нужен пули холдер это его у меня нету с америки его ждать это месяц так что гайку на 36 надо было на не знаю на 42 что ли она идет или какая-то короче больше вот ну думаю и это подойдет она не сильно как бы маленький зазор есть на 38 должна быть гайка попробуем так и вот эту гайку я при пиндюре сюда и пришлось покупать сварочный аппарат там недорогой маленький отрезал такой ключик и приварил вот так он будет его держать ты будем смотреть потому что когда вот эту гайку выкручивать начинаешь крутится полностью коленвал не получается посмотрим и вот получается вот эта гайка будет внутрь вставляться и вот эти вот на 17 будем выключить она вставляется во внутрь держится вот так вот так вот выкручивается посмотрим надо его пойти приварить покажу что я там купил сегодня суббота все пусти закрыто заехал купил такой сварочный аппарат все долларов стоит бушный и держу свою маску на работе пришлось купить но ты собрал тут агрегат так это все выглядит приварил этот ключ посмотрим выдержит не выдержит гайка немножко маловато и пришлось туда подложить так сейчас попробую гопроху взять поставлю что попробуй не знаю если что у меня есть труба подлиннее пока местах натяжку дадим глянь съездил я купил вот такую штукенцию круче накаленная получается стоит эта штука 50 долларов целых и вот не прям не терпится разломать ее вот такая же чуть-чуть короче видите это вот сорвано уже сейчас посмотрим что у нас тут выдержит или вот этот свернется или вот этот надеюсь еще что-нибудь видишь что-то так 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 где у нас другой вот 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 О, Майкад! Что происходит? Уп! Чуприскот! Что происходит? О, Майкад, алюлуя! Я сделал это! Так, ну это очень хорошо! О! Сейчас мы поменяем этот злосчастный сальник. Я надеюсь, там не с коленвалом крутится все это дело. Вот так это все дело выглядит. Тут получается, когда заводишь его, он идет против часовой стрелки. Если пробовать его откручивать как бы упором и стартовать двигать, то он как бы затягивает ее. Вот из-за этого приходится таким макаром выкручивать. Ну все, сейчас я ремни поснимаю и буду менять сальник. Сейчас вот так вот снимаю сальник. Так, тихонечко. Вот так вот это все дело выглядит. Да, придется еще вот эту, походу, крышку снимать. Это хреново! Вот так вот и приходится тут все снимать. Не знаю, что делать. Сейчас посмотрим. Поехали! 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 Поехали!